Особое мнение на 101FM Конструкции водонапорной башни, построенной по проекту Ивана Аполлонича Чарушина. Ну, чуть позже поговорим об этом, как дела продвигаются. Мы периодически в эфире упоминаем об этом. Ну и, естественно, будем говорить о тех внешних возможных изменениях, которые произошли и произойдут в ближайшее время в областном центре. Начну с самой свежей новости. Вернее, уже с одной из самых свежих. Час назад стало известно о том, что Вячеслав Семаков утвержден Кировской городской думой на должность главы администрации Кирова. За него сегодня в ходе заседания пленарного проголосовали 34 депутата. Напомню, что всего депутатов у нас 36. Двое воздержавшихся. Насколько я понимаю, это члены фракции КПРФ. Михаил Кремлев и Анастасия Воробьева. Интересная там у них мотивировка, почему они свои голоса не отдали за Семакова. Мол, не знают они его еще как хозяйственника и хотели бы услышать из его уст некий отчет о проделанной работе. Вот то время с августа, пока он исполнял полномочия главы администрации. Ну да ладно. Семаков занял эту должность. Я думаю, никакого чуда, никакой неожиданности не произошло. Правда, Вис? Да. Как считаешь? Абсолютно логичное решение. И абсолютно как бы ожидаемое. По поводу там, мне показалось, в хозяйстве, наверное, очень смешной довод все-таки. Ну, забавный такой. Да, забавный, потому что на самом деле, как бы кто ни относился к Вячеславу Николаевичу, наверное, лучше его городское хозяйство не знает ни один человек в Кирове. Ну, в том числе, там, ни ты, ни я. Потому что столько лет быть вовлеченным, сначала возглавляя благоустройство города, и потом, возглавляя один, как бы, из самых больших районов города, самых проблемных, скажем так, старый, да? Первомойский. С самым большим пристальным вниманием, потому что это центр исторический. Я думаю, что кто-кто, а Вячеслав Николаевич хозяйство городского знает лучше всех. Ну, я напомню, что Вячеслав Николаевич, он родился именно в Кирове. Два у него высших образования. По первому образованию машины и оборудование листового комплекса, а второе образование государственное муниципальное управление, ГМУ, и, собственно, его трудовой путь еще начался на спич-фабрике «Красная звезда». Как он рассказал, я же, ножка, говорит, топ-топ, с ночи крутится. Он сам рассказывал. Ну, вот в последнее время мы как-то все сходимся во мнении о том, что действительно, наверное, лучшей кандидатуры на эту должность и не найти, да и вообще как-то в информационном пространстве не было каких-то ярких, заметных фигур. Тот человек, который составлял конкуренцию Симакову в ходе этого конкурса, это Николай Большаков, замначальника теруправления по Нововецкому району. Ну, вот что это за личность, не могу сказать. Не встречались, не общались. Тоже не могу, не встречался, но Нововецкий район, наверное, один из самых прибыльных в Кировской области, в городе Кирове. Там реально хорошие дворы и тротуары более-менее. То есть, учитывая удаленность от центра города, когда ты приезжаешь, ожидаешь какие-то такие, не очень, а там даже лучше, чем в центре. Ну, сколько я вот находился, там гулял. То есть, в принципе, тоже был, возможно, самый плохой вариант, как техническая кандидатура. Ну, я понимаю, что у красивого Кирова у тебя лично есть опыт своей взаимодействия с Вячеславом. Симаковым. В работе, да, что называется, какую оценку можно дать Симакову по результатам каких-то дел, совместной деятельности? Ну, совершенно точно открыт. Да, доступен практически углу суточно. То есть, у нас были и звонки, и ему, и от него нам, там, и в 11 даже вечера, и в 7 утра, когда какие-то оперативные вопросы. Просто в этом плане, наверное, это самый открытый глава администрации за последнее время. Вообще, какой был. В плане каких-то качеств выполненных работ, ну, надо понимать, что не все он сам лично делает. Да, есть куча чиновников, куча разных отделов, кто-то лучше, кто-то хуже. Вот. Ну, то есть, если так брать пятибалльную ценку, я поставил четверточку твердую, точно хорошую. Ну, вот сегодня, выступая перед депутатами, Вячеслав Николаевич, в числе приоритетных задач все-таки обозначил, в том числе формирование такой работоспособной, хорошей, качественной команды. Есть какие-то советы, рекомендации? А мы с ним встречались уже не один раз, после этого он стал в Рио, он, не знаю, можно в эфире говорить, он сильно жаловался на чиновников, говорит, ну, очень, как бы, было бы его желание, он поменял бы очень многих, но, к сожалению, не хватает запасной скамейки, поэтому, как бы, уволить-то уволишь, а от кого возьмешь, поэтому будет работать с тем, кто есть, и повышать их качество. То есть, ну, я думаю, что все привыкнут, потому что многие чиновники, может, не так качественно работали, потому что не видели отдачу от глав администрации предыдущих, то есть, они вроде могут стараться, а те, там, зарубают что-то, потому что где-то лень, где-то, там, политические-то мотивы, где-то свои интересы, и когда один-два раза тебя, твои инститивы зарубают, уже не хочется проявлять, поэтому, соответственно, они выглядят сейчас такими. Я бы, конечно, бы, если бы я возглавил его в администрации, стал бы, да, я бы, конечно, первые полгода, год сначала присмотрелся бы к тем, кто есть, посмотреть, какие там есть, у кого возможности точки роста, какие и все прочее. Насколько они компетентны, насколько они хорошо. Да, и потом уже какие-то принимать уже такие решения. Ну, Вячеслав Николаевич, на самом деле, у нас в эфире говорил, человек простой, открытый, действительно, изучали они вопрос, в том числе работы с обращениями граждан, и он приводил этот пример в эфире, вышли на чиновника, который просто написал в результате всех этих проведенных каких-то очень долгих разбирательств и поиска инстанций, которая ответственна за данный вопрос, я уже не помню, какой вопрос, чиновник написал, не наше, и все. То есть ты таким образом отфутболил заявку, я так понимаю, это такой распространенный довольно случай. Ну, не самый распространенный, но такие случаи бывают, да, ну, надо понимать, что, допустим, даже у кого-нибудь начальника отдела транспорта у него там по 250-300 обращений в день, мы даже помним как-то раз под Новый год в 17-16 году выкладывали статистику по перескоку к тогдашнему главе администрации, что он подписал столько документов за год. И в пересчете на рабочие дни это получалось 270 документов, то есть даже просто на прочтение документа одному, не то что подписать, изучить, надо было там сколько-то секунд. Соответственно, вот такой объем документооборота, ну и понятно, да, вот эти не наши, они там могут проскакивать спокойно, и это, скорее всего, не вина чиновников, а именно это вина системы, которая так устроена, что у нас на каждый чих нужна бумажка, ксерокопия этой бумажки, отправить его по файлам. Поэтому, то есть, вот, допустим, у меня очень часто бывают ответы чиновников, они приходят там, допустим, вот, недавно там Артем Николаевич, по-моему, с отчеством Пуста Дречкова, пришло 8 ответов, там, 7-12, 7-13, 7-14, то есть он, там прямо заметно, сколько, то есть ответы, которые он мне отправлял, их надо было распечатать, отсканить с печатью и отправить по почте, и вот в течение 9 минут пришло 8 писем. Ну, понятно, да, по хронологии, что? Соответственно, хотя ответы я эти знал, мы с ним обсудили лично, все вопросы решили, все было прекрасно, но вот эта формальность, которая была бы соблюдена, да, согласно нашим законам, вот он сидел утром перед работой, это отправлял. И вот таких отделов много, таких обращений тоже много, вот так вот работают. Ну, кстати, в администрации города Кирова нельзя не заметить молодой крови, в последней, в хорошем смысле, молодой крови, молодых мозгов, да, умов появляется, и вот в том числе названной тобой Дречков, да, и есть коллеги тоже достаточно еще молодые, и, в общем-то, радует, ну, по крайней мере, меня, такое обновление кадровое. Я отчасти соглашусь, новеньких достаточно, и те, которые в моем поле зрения, они все хорошие профессионалы, то есть, что Артем Дречков, что остальные, они прямо видно качественный подход к работе, то есть, не просто что-то где-то подписать, там, подмахнуть рукой и, там, сказать, есть там, на высшей, они все, что делают, они даже бывают подправляют инститиву, хотя, под этой инститиву часто прилетают по шапке, но они пока еще не разуверились и продолжают работать. То есть, какие-то идеалистические там... Ну, я думаю, что за основку на улице Ленина, там, за 3 миллиона, вот эту новомодную... А что, кстати, с ней? Все отменили, да, эти виды? Ну, насколько я понимаю, отменили, я, честно говоря, не знаю нюансов. Там писал, что они считают нецелесообразными такие большие траты. Но это была попытка, и по цене, конечно, у меня тоже были вопросы, но я сам проект, честно говоря, с мету не видел. По 4 миллиона, да. Для меня, понимание, 3 миллиона, как бы, дороговато. Но, тем не менее, вот даже такие идеи... Это все равно эти все улучшения, то есть, я понимаю, что, там, первая основка 3 миллиона, если она отработает и действительно будет по качеству, то следующие могут, там, и по 800, и по 700 тысяч быть, потому что, когда уже поток, это все другие деньги. Потому что, скорее всего, все Италии основки были, там, на каких-то ЧПУ станках, то есть, все по отдельности, и когда, ну, не стандарт, поэтому дороговато. Но, честно говоря, в смету не вглядывался, не видел ее. Саня, 31 октября, до Нового года остается всего ничего, всего лишь 2 месяца. Давай подведем какие-то основные итоги вот ушедшего, да, уже теплого сезона, который у нас традиционно используется для благоустройства, строительства и так далее. Насколько город за последние месяцы, на твой взгляд, изменился, либо не изменился? Основные, положительные, на твой взгляд, и отрицательные черты, что произошло? Ну, честно говоря, каких-то качественных изменений я не увидел. Прорывных, да? Да, прорывных. Революционных. Могу отметить, что зимой, которая была в этом году, снег убирали даже получше, чем в прошлом году. Даже сильно, значительно было чище на улицах. Не на всех, конечно, но разница была заметной. А так, дороги как строили, так и строят. Парки, как делали, там, согласно проектам, которые выстроили морально и физически, так и продолжают делать. И также приглашают каких-то сторонних людей, которые, о, какой у вас классный сквер трубых резервов. Это всегда так очень смешно слушать, то есть сами себя хвалят. То есть каких-то качественных изменений я не увидел. То есть все, как было, так идет. Ну, просто даже каких-то таких ярких поводов за что-то цепиться глазам, наверное, не было. В сообществе активистов, может быть, какие-то произошли изменения, новые идеи, новые подходы. Я понимаю, что зачастую приходится там на разных полюсах, на разных планетах, так скажем, жить с официальными городскими властями, но все-таки. Ну, вот, которые у нас ребята были, перетекли там из городских проектов, когда они закрылись, да, на фоне внешних каких-то политических факторов. Они там, у нас красиво, Киров, там, с нами начали общаться как-то так. Я все передал контакты и с ДУПИ, и с отделом транспорта, и с ПАТом, со всеми. Основные структуры, с которыми взаимодействуют. Да, и насколько я понимаю, они работают очень продуктивно, то есть и те, и другие молодцы, то есть часть, ну, которая, условно говоря, чиновники, они понимают, что от ребят со стороны, во-первых, точки зрения другая, она, скорее всего, там, более правильно, потому что ты сидишь постоянно в документах и в этом, и не замечаешь каких-то вещей. И ребята видят, когда отдача что-то изменяется, вот, допустим, для автобусов к ПАТ и АТП сделали новые все вот эти указатели внутри автобусов, и когда они появились, я сколько знаю, мальчики сами приходили там клеить в нерабочее время, то есть вот такой симбиоз у них получился отлично. Ну, вот смотри, вот, да, хорошо, что общественный транспорт упомянули, если уж говорить о том, что особых изменений мы тут не увидели, но все-таки появление новых автобусов на улицах областного центра нельзя не заметить. Согласен, но это было в прошлом году. Да, но я буквально вот за последние две недели несколько раз проехался на этих новых автобусах, очень понравилось, от пазиков, естественно, мы уже все устали от этой тесноты, сутылки и так далее. Я был очень прям рядом. Сто с тобой, если соглашусь, не соглашусь, ты сказал инфоповод этого года, но на самом деле те автобусы, которые ездят, в основном, это были запрошены в прошлом декабре, в этом году все что-то докупили, да, но на маршрутах я их сейчас не видел, ну, потому что я процентов 80 времени провожу в Слободском, сюда только в основном приезжают документы, материалы какие-то делать, вот, и, соответственно, да, это хорошая вещь, что область выделила деньги на автобусы, там в чем-то федеральный бюджет, это то, что нам не хватало, но, наверное, минус в этом, что не очень прозрачные закупки, то есть какие-то... Тут вопросы большие, и автобусы все... Сначала первая партия была одна марка, вторая партия другая марка, я бы, конечно, все-таки, если бы руководил каким-то припятием, я бы все-таки хотел, чтобы были однотипные, потому что и меньше на слесарей, и меньше на запчасти, можно какой-то склад содержать, и проще управлять даже. Ну, понятно, да, когда ты большую партию закаживаешь, например, комплектующих... То есть новость, наверное, хорошая, как реализована, реализована, скорее всего, на троечку. И, кстати, вот хотелось бы, да, больше информации, некой закрытой, соглашусь, присутствия, сколько стоит обслуживание этих автобусов, сколько сами эти автобусы стоят, потому что, когда ты читаешь новость о том, что будут власти закупать очередную партию транспорта, ищешь, ищешь, а по каким ценникам это все происходит? Очень сложно найти. Ну, на госокупках, на самом деле, легко гуглиться, по поводу, сколько это будет столько стоить... Ну, во-первых, она будет стоить столько, сколько напишут. Напишут наши АТП лишь бы так, чтобы работать, условно, официально в минус, чтобы повысить тариф, чтобы повысить свою прибыль и все прочее. Это... Тут не стоит ругаться, и как бы... Это надо к этому относиться с пониманием. Часть такой политики, да? Ну, вот немножко уже, да, ты сказал о том, что ремонтируются парки в городе по каким-то устаревшим уже проектам, неактуальным. Вот Александровский сад Симаков, да, несколько дней назад объявил о том, что началась замена асфальтовых дорожек, будет укладываться новый асфальт. Укладывается уже, меня, честно говоря, немножко удивило, учитывая эту последнюю тенденцию в городе, когда у нас в брусчатку все. Но, как Вячеслав Николаевич пояснил, у нас там нет никаких подземных коммуникаций, в общем, не надо будет перерывать. И асфальт долгое время предстоит. Ну, вот сказал он, что появится в ближайшем будущем, по крайней мере, должна появиться концепция развития этой территории Александровского сада. Хотя странно, давно бы она уже должна была быть. Нет, мне странно слышать, что укладывается асфальт, а концепции еще нет. Ну, да. То есть, получается, через год они опять будут это переделывать. Не, на самом деле, асфальт в парках, это точно лучше, чем брусчатка. И надо, конечно, даже когда там какие-то коммуникации проходят, не смейте на это, потому что все-таки парк это прогулочная зона, и там гуляют, в том числе, с коляскими, с детскими, и по брусчатке, это очень неудобно. Поэтому в парках должны быть только асфальт, брусчатка, там, или какой-нибудь гранит, камень и все прочее, только в зонах каких-то там густын, каких-нибудь фонтанов, ну, то есть в таких местах, где они проходные. Все проходные дорожки должны быть, конечно, бы асфальт. В этом плане они молодцы, но, с другой стороны, вот, опять же, очень странный вопрос возникает, типа, что вы ложите, если нет концепции, то есть потом это будете переживать, на этом месте будете ложить землю. Ну, там, насколько я понимаю, губернатор лично общался со строителями, ну, вернее, с одной из, вроде как, строительных компаний, они согласились сделать. Вот тут им, получается, 17 миллионов, ну, надо же куда-то потратить, типа, чтоб не пропали, а с другой стороны, 3 миллиона на основку-то дорого. Как-то логики нет. Сама вообще эта территория, ну, ведь давно она уже, да, привлекает внимание, и у тебя, я помню, был опыт на Нижней Набережной делать, нечего какой-то реализовывать, проект. Собственно, когда мы придем к комплексному, что называется, в самом современном смысле этого слова, освоению этой территории? Ну, там уже комплексно осваивают ее вовсю, там ларек с шаурмой появился. А, появился таки? Ну, я не знаю, открыли, не открыли, но строительство было активно недели-полтры назад, то есть в самом Нижней Набережной, где спуск с лестницы, начало всех маршрутов, там сейчас будет ларек с шаурмой. Просто люди, которые приезжают из других городов, они же давно уже высказывают претензии, мол, мы прогуляться сюда пришли, а почему негде ничего даже не попить, не поесть? Ну, это не должно быть в таком виде и в таком, как бы, исполнении. На самом деле, это сейчас портит вид. Вот говорили мы много раз о развитии малого-среднего предпринимательства. Что там можно в этом отношении? Туда завести, сделать, предложить? Да, все что угодно, потому что, на самом деле, Набережная вместе с Александровским садом, это, наверное, то единственное место, где в Кирове можно погулять спокойно, потому что все-таки парк у Кирова, он совсем уж разбит, и он находится в густонаселенном микрорайоне, ну, то есть вокруг, то есть там пользователи именно, это эти жители домов, да. Пара Победы, все, что от него осталось, ну, очень трудно для прогулок, то есть это чисто уже такая большая детская площадка, по большому счету, для, опять же, для жителей домов, там еще и микрорайон очень активно застроился. Вот, дворец паренеров тоже забит, и вот если куда-то выехать или выйти вечером прогуляться или на выходных в хорошую погоду, да, вдоль реки, это единственное место, и там трафик такой, но нет, нигде не покушать, не попить, не сходить в туалет, то есть в этом плане спрос огромный, а предложений как-то таких нет, и ни руководство города, никто для этого, в принципе, ничего не делали. Я даже помню, когда, там, условно, Симиларский, да, с кофе-лайком в шахматном домике на каких-то птичьих правах работал, и то умудрились его выгнать, а потом разбираться там, кто прав, кто виноват, и в итоге он пустой второй год. Хотя это была хорошая точка местопритяжения, там и рядом тоже горожане на свои деньги сделали площадку, постоянно были концерты, постоянно какие-то стихи читали, то есть было действительно такое живое место, в итоге закрыли, два года место пустое. Странный подход. А вот эта задача, кстати, главы именно администрации первого лица в городе заниматься развитием этих территорий, или может быть хорошего, классного зама по, не знаю, по экономике, по предпринимательству завести в город администрации? Ну, на самом деле, это должны быть заниматься и профильные отделы, да, департаменты, и профильные замы, и глава администрации должны все-таки определять какую-то общую политику, да, каких-то вещей, и подбирать персонал, исходя из тех вещей, которые нужны в городе. Вот. Там сегодня, по-моему, Стяшкино вместе с Симаковым утвердили на дворстве зама. Стяшкино тот, кто отвечал за строительство всех больниц, садиков и все прочие последние года в СУС-блоке. То есть он до этого работал когда-то в администрации города, тогда он, конечно, не очень качественно работал, скажем так, да, при Быкове, а при Курдюмове в СУС-блоке это, наверное, один из лучших чиновников был, так что я думаю, что с назначением в городском строительстве и все, и вот всей этой части будет гораздо больше порядка, и я думаю, вот в этом плане надежды будет даже больше, чем при назначении Симакова. Ну, то есть перспективы вроде как есть, да, не есть, есть основания надеяться на положительные какие-то моменты. Там со вторым замом я просто не знаком, а вот про этого человека могу рассказать, что это очень хороший кандидат, действительно, наверное, один из тех, которые, он такой равно удален от всех застройщиков, при этом со всеми в рабочих отношениях, и большой опыт понимания структуры, как бы, работы. Я думаю, что если мы дадим свободу, то в городе в этом плане застройка совсем будет все на очень хорошем уровне. Реконструкция Александровского сада, как и других зеленых территорий у нас в городе, она рассматривается и является как часть подготовки к 650-летию, летия областного центра. Ты следишь, ты участвуешь сам в обсуждении, в генерировании идей, связанных с празднованием этого юбилея. Вот, опять же, стало сегодня известно, на совещании губернатор сообщил о том, что с завтрашнего дня советник, да, Михаил Курашин приступает к исполнению своих обязанностей, и он как раз будет заниматься координацией всех идей, связанных с 650-летием. Как красивый Киров имеет отношения? Вот, Михаил Курашин, в принципе, давно себя заказывал как довольно качественный чиновник, то есть он не скажет, что он там супер-супер или там очень плохой, такой хороший, качественный, то есть ему если поручают работу, я думаю, что она будет доведена до результата на очень хорошем уровне. То есть там не будет что-то прям вау, ну и не будет полного гэ, скажем так. То есть хорошая, достойная, удовлетворительная, будет хорошо. Да, там на самом деле идей-то, конечно, уже много, и вот заново конкурс объявлен на создание официальной символики, празднование 650-летия, но там, видимо, какие-то политические моменты, да. Очень, да, очень это все выглядит смешно, потому что уже был не один конкурс, и это было еще аж, по-моему, на первом урбан-форуме. В 19-м году еще объявился конкурс на сухой. Да, это было, потом я вот при предыдущем главе администрации там входил в совет, и мы это обсуждали на трех или четырех совещаниях. То есть это вот постоянно муржат тему, каждый раз преподносят это все с новым выбором, с новыми, как сказать, то есть выбор, который не выбирают из тех вариантов, он всегда у них обоснован одними и теми же словами, но сам логотип был всегда разным, то есть это, а слова одни и те же, почему именно он, и это всегда так выглядело немножко смешно. Вот сейчас заказали новый конкурс, ну... Ну, там же ближе к народу вроде как, да, там все желающие могут, ну, все желающие от 18 и старше могут участвовать. Ну, мы где так же, то есть это абсолютно такая имитация бурной деятельности, по моему пониманию. Мы с удивлением, конечно, читали это большое положение, когда был объявлен конкурс, то есть там куча требований, которые нужно связать воедино, да, при разработке этой символики, историческую составляющую участие, современность, и туризм, и какую-то там идентичность и так далее и тому подобное. Вот у меня как не у специалиста, конечно, не укладываются все эти вещи в голове, я считаю, что нужно как-то проще было это все создавать, создавать преподные сети. Ну, они не умеют, да, мы же уже в начале часа обсуждали, что у чиновников все максимально усложнено. В том числе это касается и конкурсов. Я не знаю, я исповедую во многих вещах мысль о том, что чем проще, тем лучше. Вот мне кажется, в этом отношении тоже, наверное, нечто такое надо. Полностью с тобой согласен. Да, мы же знаем, что сейчас у нас минимализм, да, снова переживает такую популярность очень высокую. Да и вообще, насколько важно, вот под каким логотипом, под какой символикой мы будем отмечать 650 лет? Ну, если брать вообще логотипы, вот все, что как у нас в России есть, наверное, лучше все-таки это Екатеринбург. Я уж не помню к юбилею, они к юбилею своим сделали. В следующем году 300 лет будет Екатеринбург. У них великолепный логотип, и они очень качественно его внедрили в городе, там и люки колодезные, и ларьки, и какие-то там, и станции метро, все прочее, просто идеально вписаны. В том году был юбилей у Нижнего 800-летия, и там такое было Соломоново решение, там было порядка 50 вариантов логотипов, и они взяли и все. То есть цифра 800, да, у них в разных этих стилях, и тоже получилось довольно неплохо, они даже, допустим, на брусчатке, там на центральной улице, на Покровке, внизу на набережной, они прямо сделали именную брусчатку с годом 1221, по-моему, годом основания Нижнего Новгорода, и на этом фоне еще получили огромное количество каких-то денег, мероприятий, то есть Нижний Новгород прямо моментально сильно расцвел. Да, в том году у него была, он еще стал новогодней столицей России, и там был такой ажиотаж, что просто невозможно было-то заселиться нигде, да, то есть они... Огромный турпоток был. Да, ну и даже этим летом мы ездили туда на футбол, и мне пришлось жить у Дениса Стрелкова, который приехал туда год назад, потому что тоже нет вообще вариантов ни гостиницы, ни хостелов, ни квартир, вообще ничего. Вот ночевал у Дениса на диване. Нам пора на небольшую рекламу прерваться буквально минутой, я напомню, что беседуем мы с Анатолием Курбатовым, координатором сообщества Красивый Киров, скоро продолжим. Особое мнение на 101FM УДПИ нашло начать устанавливать на тротуарах в городе заградительные бетонные полусферы, чтобы автомобилисты там свои автомобили не оставляли. Когда мы придем уже к организации какой-то муниципальной службы, которая у нас будет наистрожайшим образом следить за соблюдением водителями правил дорожного движения, в том числе правил парковки, остановки и стоянки, ну просто вот проходишь по городу и ты видишь, как многие как попало оставляют свои машины, прям не знаю, не может такого быть. Именно поэтому установка этих полусфер это та мера вынужденная от администрации, да, от дела транспорта, потому что ГИБД в Кирове не работает абсолютно. То есть это та структура, от которой вред есть, а пользы нет. Соответственно, установка полусфер это такая вынужденная мера, а все, что ты говоришь, это должно решаться все-таки на уровне ЗАГС-собрания Кировской области и губернатора, потому что депутаты городской думы, ни глава администрации не уполномочены по закону, да, таким полномоченным, чтобы это сделать. Насколько я знаю, Рябов, по-моему, глава ГИБДД давно уже ходит с этой идеей, потому что мы еще года три, наверное, четыре назад обсуждали с ним, что давно пора создать муниципальную службу, потому что у меня народу не хватает, и вот как-то так. Чтобы не отвлекать сотрудников ГИБДД, да? Да. В том числе для этих вещей. Ну то есть я вот их обвиняю, что они там плохо работают, потому что я вижу, что плохо работают, а он поражет, что у них просто не хватает работников. То есть, возможно, и его правда в этом есть, но, тем не менее, муниципальная служба по транспорту, она то, что действительно должно быть в городе давно уже. Ну, Москва, это, видимо, не единственный пример в стране, где есть, да, такие службы в крупных-то мегаполисах наших российских, и вопрос решен уже тоже. Часто, да, это везде, то есть в Казани, насколько я понимаю, ездят, штрафуют не работники ГИБДД, там специально создана структура, не знаю, в каком она подчинении, в федеральном или республиканском, или городском, но это не работники ГИБДД. Еще одна тема, тоже большое обсуждение тут развернулось, в том числе тема поднималась на предыдущем заседании Кировской городской думы, я имею в виду освещение в городе. И губернатор Соколов тоже высказывался на эту тему после проведения этих работ в городе не стало светлее. Это вот он говорил об энергосервисном контракте, который у нас был реализован при предыдущем, да, при Шульгине еще, собственно, эта тема развивалась. Как заметил один из депутатов Кировской городу, Юрий Шлеминзон, вопрос решается по щелчку, просто давайте лучше обрезать деревья, чтобы свет не застилали, не закрывали. У меня к этому цитате один вопрос, откуда он знает, как было до исполнения сервисного контракта, раз он здесь не был. Вот, ну, раз он так сказал, я с ним согласен, освещение в городе, конечно, у нас ужасное. А по поводу, что это было при Шульгине, насколько я помню ту ситуацию, тоже мы тогда часто были в администрации по каким-то таким вопросам, это было навязано решение губернатором тем, Василиевым, и, собственно, непонятна сумма, непонятны фонари, непонятно это, и на самом деле такие контракты, они были не только в Кирове, они были по всей России, то есть это такая-такая очень мутная история, скажем так. И тогда же, я помню, Алексей Кузьмин, который вот занимается освещением, и бывший там депутат, то ли городской думы. Городской думы, да, Алексей, да. А он прямо разбирал по пунктам, что светильники слишком дорогие, что они очень плохие в обслуживании, и что освещения от них мало. То есть, а он в этом плане как бы сам более-менее разбирается, он несколько у нас рейс-центров в Кирове осветил, вот скажем так. То есть тогда было понятно, что ничего хорошего не выйдет, что какое-то просто осваивание средств, или, возможно, какая-то там схема была. Да, имеем то, что имеем, у нас убрали хорошие такие добротные фонари, конечно, вот они загорались чуть дольше, да, и, может быть, и брали электроэнергии чуть больше. Ну, это мы непонятно, да. Мы можем гадать только, да. Но они всяком более красивы сейчас, они же сменили только сами фонарики, и вот, честно говоря, когда едешь, пунктирую вот эти большие бетонные столбы, и маленькая палочка сверху выглядит, конечно, очень-очень странно. Ну, и света от них, конечно, никакого нет. Современно, конечно, выглядит, но... Собственно, как Алексей говорил, что и хватит, дай бог, на 2-3 месяца освещения, потом они начнут уже не так ярко светить, так оно и произошло. Ага. Три-четыре минуты у нас есть для того, чтобы рассказать о том, что в Слободском, давай, происходит, водонапорная башня, историческое здание, активно очень работа идет, если смотреть в сообщество соответствующее, во Вконтакте, сам лично Анатолий на строительных лесах и так далее, тому подобное. Давай, расскажем. Ну, сам на лесах, потому что не так много желающих поработать. Да, какая помощь, возможно, требуется там? Помощь в руках, надобность, да? В рабочих руках есть постоянно. Помощи просить не умеем, может, даже как-нибудь напишем отдельный пост, у нас там есть нюансы, там, типа, дверных ручек, старых каких-то вещах, там, которые нуждаемся, которые очень трудно просто найти, вот. А так работаем, ну, довольно хорошими темпами, к сожалению, вот, уперлось все в очень большую проблему, что не хватает рабочих рук, люди у нас просто не хотят работать на каких-то вещах, которые, допустим, не шаблонны. Допустим, каменщиков я уже пересечался, наверное, с бригадами 20-ю. Ну, не привыкли там штопать гаражи, большие дома, объемы там, забутить там 2-3 куба. И их не интересует даже, что цена и в 2, и в 3 раза выше рынка, вот, за окладку на башне. Ну, вот, именно, не хотят, вот, какой-то заниматься такой детальной работой, то есть им надо все большое-большое-большое. И тоже, да, и тоже касается всех остальных, то есть, подсобные рабочие, еще какие-то вещи, там, просто наборку мусора, все прочее, приходят 2-3 дня поработать, получат деньги и пропадают. И вот, как бы, такая текущая была, и, ну, очень хорошо, мне повезло, что нашлись школьники, 11-й класс, вкусной, и они у меня и в августе месяце поработали отлично, и сейчас просто работают, прямо душа не радуется. Ну, ребят, молодые, ответственные, несмотря на это. Они уже телефоны сам купили за деньги, заработанные на башне, то есть, и с ними я ходил первую неделю, конечно, так, повышал качество работы в плане того, что тут одеть надо маску, потому что пыльно, да. А, технику безопасности соблюдать, какие-то банальные вещи, они же пока молодые, такие, ху-ху, вот, таскали по 2 мешка, я говорю, таскайте по одному, ни к чему себя подтверждать, и все прочее. Ну, то есть, потихонечку переучились, и сейчас прямо очень качественно работают, и тут, когда среди недели мне приходится уезжать, да, вот, по документам, там, еще какие-то, закупать товары, я очень спокойно оставляю, потому что я точно знаю, что я там появлюсь вечером, и все будет сделано как надо, и все очень качественно. Сейчас основная задача стоит духа ладов успеть завершить, да, вот эти все внешние работы снаружи. Ну, как таковой цели не было, я, конечно, в своей голове это все закончил еще где-то в октябре, как я думал, да, но на самом деле все идет очень-очень медленно, потому что, даже не знаю почему, то есть, вроде бы, делаем качественно, работаем хорошо, но продвигается довольно, видимо, объем работы большой, да. А так, как на суд под холодом, просто перейдем внутрь, у нас внутри, как минимум, работы на два месяца, то есть, перекрытие, своды мы решили восстановить исторически, помимо того, мы делаем винтовую лестницу, которая будет, как в тюржевских домах, то есть, сейчас вот ведем, как раз, переговоры с Мутинским металлургическим заводом, что они дают нам формы, те же ступени, которые были, то есть, внутри будет прямо все четко, и при этом, это наш контур закрыт, и поэтому, как только на улице станет невозможно работать, мы спокойненько перейдем внутрь, и всю зиму проработаем там. То есть, с отоплением все нормально, там будет комфортно? Ну, там сейчас комфортно, непродуваемо, если надо будет поднять температуру для работы, то всегда есть колориферы и газовые баллоны, которые справляются, стены огромные, толстые, поэтому помещение нагревается довольно быстро. Ну, в целом, концепцию мы говорили уже не раз об этом, то есть, в водонапорной башне в итоге должна появиться кофейня, это все еще рабочий вариант, музей, апартаменты. Ну, кофейня и музей, это сто процентов, то есть, ну, кофейня, это не совсем кофейня, это все-таки будет френдерным музеем, то есть, это как бы, это уже музей, но в том числе, это где можно, условно говоря, посидеть, выпить кофе. У нас минуты чуть меньше. Да, все прочее, может даже иногда перекусить что-то. То есть, это такой, в современных музеях такая функция должна присутствовать обязательно. Вот, второй, третий этаж музея, третий этаж, это полностью будет музей, посвященный архитектуре Чарушина, второй этаж, возможно, невозможно, там будет так и иначе связано с рекой Вяткой, с промышленной архитектурой. Там я его отдаю на откуп местным слободским девушкам, работникам как раз тоже музейной направленности, и они там будут это делать. Спасибо, и все новости, связанные с работами на водонапорной башне в Слободском, вы можете почерпнуть, узнать из соответствующей группы во ВКонтакте. Пожалуйста, очень активно там ребята выкладывают результаты своей работы. На этом сегодня заканчиваем нашу беседу. Анатолий Курбатов, удачи, до свидания. До свидания.